Всем привет, добро пожаловать на канал. Сегодня в данном видео покажу, как можно изменить голос в таких программах, как Discord, WhatsApp, Telegram, Skype, ну и так далее. Поехали. Для этого нам понадобится специальный софт. Программа называется iMyPhone Magic Mic. Ссылка будет в описании. Переходим на официальный сайт, жмем вот сюда. Попробовать бесплатно. Открываем установщик. Здесь выбираем, куда установить программу. Ставим здесь галочку, читаем лицензионное соглашение, жмем Install. Дожидаемся окончания. Запускаем программу, жмем Start Now. Если у вас появляется сообщение о том, что нужно включить виртуальный микрофон, то переходим в звуки и находим вот здесь Virtual Audio Device. Переводим его на включить. И также помимо того, что нужно включить его вот здесь, нужно включить его еще в разделе воспроизведения. Вот тут. Правой кнопкой включить. Если вы это не сделаете, то не сможете менять голос в Discord, WhatsApp, Skype, ну и так далее. Поэтому не забываем включить. Далее нужно будет просто настроить микрофон, выбрать устройство, куда у вас будет транслироваться звук и устройство, с которого будет происходить запись. Я выбираю свои наушники, выбираю свой микрофон. Сейчас он просит что-то в него сказать и после этого вот кнопка продолжить становится активной. Все, мы попадаем в программу. Сначала я покажу, как изменить голос, что может программа, а потом как это применить в приложениях. Ну, в Discord, Telegram и так далее. Ну, первое, чтобы себя не слышать в режиме реального времени, можете убрать вот тут галочку. По умолчанию она стоит. Также вот здесь можно включить-выключить изменение голоса. Здесь можно добавить задний фон, по умолчанию он выключен. Ну, для начала перейдем в раздел с настройками микрофона. Мы, конечно, уже это делали сразу после запуска программы, но на всякий случай. Здесь мы выбираем наш микрофон, а здесь выбираем динамики либо наушники. В моем случае это наушники. Здесь же вы можете отрегулировать громкость и можно установить подавление шума. Ниже можно настроить управление вот этими эффектами на клавиатуре. Во вкладке справа можно изменять громкость, подачу и тембр голоса. Еще есть эквалайзер. Так, теперь переходим непосредственно к изменению голоса. Для того, чтобы это сделать, вам нужно перейти в раздел VoiceBox. Как можно заметить, у нас появились новые голоса. Но дело в том, что я съебал видео про эту программу, просто я там не показывал, как изменить голос в Discord. Ну, к примеру, давайте выберем миньонов. Чтобы протестировать голос, можете нажать вот сюда, то есть слышать себя, одеть наушники, либо включить колонки. И вы услышите, как это звучит. Ну, к примеру. Всем привет, добро пожаловать на канал. Всем привет, добро пожаловать на канал. Либо вот тут есть бабушка Лаура. Так, внучата, всем привет. Так, внучата, всем привет. Ну, или металлизированный вид голоса. И обязательно подпишитесь на канал. И обязательно подпишитесь на канал. Голоса поделены на категории. Вы можете вбить что-то в поиске, например, «Байден». Если его голос не скачался, как в моем случае, можно нажать вот сюда. С чего начнется скачивание, дожидаемся окончания, и можно использовать голос. Либо выбирайте категории, например, «Хот». Это популярные, «Селебрити» — это знаменитости. У нас тут Джо Байден, Дональд Трамп, Барак Обама, актеры, Илон Маск, есть даже «Крик». Также вы можете менять голос с мужского на женский и с женского на мужской. «Male to female» — это с мужского на женский, и наоборот «female to male». Ну, так как я мужского рода, пробую изменить с мужского на женский. «Установится ли Windows 98 на современный ПК?» «Установится ли Windows 98 на современный ПК?» Вариантов много. Также вот здесь можно выбрать еще. Это игры, ужасы, аниме, роботы, какой-то мини-робот. «Я изменил свой голос на мини-робота». «Я изменил свой голос на мини-робота». Но это все, что связано с голосом. Вы также можете добавлять разные эффекты, например, «бро». «Марио». Ну и также выбрать по категориям. В разделе «Войс симулятор» вы можете выбрать какую-то знаменитость, какого-то персонажа и использовать его голос. Также перед тем, как что-то записать, вы можете прослушать, как это звучит. Например, Джеки Чан. Если хотите использовать его голос, нажимаете «Use the voice». Можно начать запись. В разделе «Войс студия» вы можете вручную настроить свой собственный измененный голос. Можно использовать эквалайзер, режим эхо, высокий бас, низкий бас, ну и так далее. Давайте попробуем с эхо. Вот он вылезет здесь в списке «My Customized Voice». Раз-раз-раз-два-раз-два-раз-два. Раз-раз-раз-два-раз-два-раз-два. Вот, как вы могли слышать, добавилось эхо. Естественно, вы можете взять любой другой голос и настроить его под себя. В разделе «Библиотека звуков» вы можете скачать популярные фрагменты из фильмов, либо чьи-то цитаты, к примеру, «Гарри Поттер». Для удобства есть поиск, можете найти то, что вам необходимо. Так, ну теперь переходим к тому, как изменить голос в таких приложениях, как Discord, Telegram, WhatsApp, ну и так далее. Представим, что вы хотите кого-то разыграть. Как я и говорил в начале видео, обязательно условие у вас должен быть включен вот этот вот Voice Changer Virtual Audio Device. Он должен быть включен как в воспроизведение, так и в разделе «Запись». Если вы это не сделаете, то при записи не запишется абсолютно ничего. Так, вот мы это сделали. Далее в настройках, естественно, выбираем свой микрофон. Ну и начнем с Discord. В Discord переходим в настройки «Голос и видео». И вот здесь вам нужно выбрать не свой микрофон, а виртуальный. В таком случае, когда вы будете говорить при запущенной программе, если вот здесь вот стоит галочка и выбран эффект, пускай будет это бабушка Лаура, ваш голос будет изменен, и собеседники услышат другой голос. Это еще не все. Из-за того, что есть небольшой промежуток времени, пока меняется ваш голос, лучше всего поставить режим рации для более качественного звучания вашей речи. Если вы сделаете активацию по голосу, то там может немножко прерываться. Вот я сделал режим рации, сделал бинт на букву «К» на клавиатуре. Сейчас я позвоню сам себе. Вот я жму «К». И вот теперь, я не знаю, вам слышно или нет. Да, вы слышали. Собеседник слышит измененный голос. Абсолютно та же самая история с Телеграмом. Вот сейчас я начинаю записывать голосовое сообщение. Вот я его записал, давайте прослушаем. Сейчас я начинаю записывать голосовое сообщение. Как вы можете видеть, голос был изменен. Но если вдруг ваш голос не меняется, то выставьте виртуальный микрофон по умолчанию. Открываем WhatsApp и пробуем записать здесь какой-нибудь голос. И пробуем записать здесь какой-нибудь голос. Он тоже изменен. Попробуем перейти в Skype и запишем голос здесь. Попробуем перейти в Skype и запишем голос здесь. Как можно заметить, тоже все получилось. Вот таким вот образом можно менять голос в Дискорде, Ватсапе, Телеграме, Скайпе и так далее. Все ссылки будут в описании. Кстати, разработчик данной программы сейчас проводит акцию. Они разыгрывают купоны среди тех, кто оставил комментарий. Так что, если вы оставите комментарий, вам повезет. То сможете получить купон с доступом к ограниченным функциям программы. В принципе, на этом все. Если данное видео оказалось полезным, обязательно поставьте лайк. Если у вас какие-то остались вопросы, можете оставить их в комментариях. Не забудьте подписаться на канал. Всего доброго. Пока.